Здравствуйте! В эфире программа «Ваш юрист». Обыск. Обыск – это всегда неожиданно для граждан. Когда стучат в дверь ранним утром сотрудники правоохранительных органов и показывают удостоверение, какие-то бумаги, то человек невольно испытывает не только удивление, но и сильнейший стресс. Как правильно себя вести в таких ситуациях? Что ожидать от сотрудников и какие права есть у граждан? На эту тему мы сегодня поговорим с адвокатом Игорем Михайловичем Поляковым. Игорь Михайлович, здравствуйте! Добрый день! Почему обыск начинается ранним утром? Вот невольно действительно напрашивается сравнение с теми временами, когда приходили за людьми ночью, забирали их, увозили в неизвестном направлении. Вы имеете в виду 30-е годы? Да. Нет, здесь отработана методика. Обыск, как правило, начинается в 6 утра. Почему приходят в это раннее время? Потому что человек еще спит, смотрит последние сны, он еще никуда не поехал, не начал активно работать. То есть, не потому что психологическое давление, а чтобы застать дома? Исключено. Никакого психологического давления нет, совершенно верно. Чтобы застать дома, 99,9 человек будет в 6 утра дома. Поэтому он откроет дверь, и с ним можно побеседовать и обыск провести. Приехать в 7, 8, 9 можно никого не застать. Только домового. И сидишь до вечера хозяина, пока он не вернется. Или взламывай дверь. Взламывать входную дверь, это крайне редко происходит. Поэтому, конечно, лучше, когда человек откроет эту дверь, и ты зайдешь. Следователь может прийти один? На обыск следователь один никогда не приходит. Как правило, это следственно-оперативная бригада, еще ряд людей. Численность их от 6 до 10 человек. Это следователь, оперуполномочий на один или два. Затем группа физподдержки, силового обеспечения. Это люди в камуфляже, в маске, с оружием огнестрельным. Это технический специалист, который будет работать с телефонами на месте, которые дома будут у человека или у членов семьи. С компьютером тоже работает. Это два понятых. Придет отдельно в дальнейшем и адвокат, защитник. То есть количество людей доходит до 10. И у людей еще стресс от такого большого количества. Складывается впечатление, что что-то совершено страшное, иначе бы столько людей не пришло. На самом деле эта группа формируется уже стандартно и переживать не стоит. То есть существует некий протокол, согласно которому... Приходит такое количество людей именно. Даже на самую простую, несложную, несложное следственное действие, это неважно, обыск или это выемка, придет тоже такое же количество людей. С чего начинается обыск? Обыск начинается с того, что сотрудник, который руководит всеми, это как правило следователь, бывает дознаватель, он предъявляет удостоверение. Нужно обратить внимание на фамилию, имя отчество, главное какая служба. В дальнейшем он даст сотовый телефон. Предъявляют постановление, особенно если это обыск, разумеется, в квартире. То есть это может быть судебное постановление, но иногда это постановление только следователь подписал и вынес. Когда случаи нетерпящих отлагательств, исключительные случаи, приведу пример. Появляются данные, что на этой квартире есть большая партия наркотиков. Они сегодня будут рассредоточены по курьерам. Некогда получать санкцию суда. Тут же приходят в квартиру и затем в дальнейшем, после проведения обыска и изъятия этой партии, когда зафиксировали следы преступления, орудия преступления, после этого уже суд признает обыск законным. Или еще случаи, когда появились данные, что убили человека в квартире, расчленили, часть останков вынесли, часть осталась. Если ждать санкцию суда, все вынесут, захоронят и не найдешь. Врываются, что обнаруживают, фиксируют. То есть экстренные ситуации, соответственно, постановление не судебное, а следователи. То есть все равно какое-то постановление необходимо. Да, в любом случае, совершенно верно. В любом случае постановление есть, но здесь сложность другая. Я сейчас даже хочу акцент сделать не на том, кто какие документы показывает, в том, что всегда люди, даже юристы и даже адвокаты, когда у них проводят обыск, психологическая растерянность происходит. То есть шок. И люди интеллигентные, грамотные, они читают это постановление два-три раза сколько. Да. И ничего не понимают. Не воспринимают. И не запоминают. Я всегда рекомендую, первое, что нужно отфиксировать с моего ответа, это попросите или поставьте в известность, что вот у меня блокнот есть, или ручку взяли и запишите все. Все записывайте. У меня был случай, когда люди пришли со словами, у нас все поотбирали, мы не можем вернуть у кого. Я говорю, а кто обыск проводил? Я не помню. Там Николаев или, нет, Николаенко или Никольский. Какая служба? Да не помню службу. А телефон взяли? Да не взяли эти. А протокол есть обыска? Да нет. Ну он сказал, позвоните. Я забыла все. То есть как найдет она в нашем городе этого следователя? Она даже фамилию его не знает. На НЭ получается фамилия. Поэтому, когда у тебя блокнот, ты записал. Не надо записывать номер служебного удостоверения, дата выдачи. Это не нужно. Фамилию моего, что попросил тут же. Дайте сотовый телефон, чтобы с вами связываться. Записал. С какой службы? ФСБ, УВД, Следственный комитет, таможня. Ну, одни и те же. Записала. Оперативный работник тоже может дать телефон. Записал. Постановление тебе дали почитать. Записала. Можешь все перечить. Иногда дают. Говорят, не утруждайте. Можно. А сфотографировали? Да, да, да. Дают, иногда говорят, сфотайте. Но иногда говорят, нет, мы не обязаны вам давать постановление. Читайте. Но это подразумевает. Ты читай и сделай выписку. Это никто не запретит. И ты, соответственно, разумеется, прочитав его, выписал все данные. А можно ли вас противиться обыску? Крайне не советую. Любые сопротивления будут расценены не просто как насилие, но и квалифицированы по соответствующим статьям уголовного кодекса. Но это даже не главное. Человеку могут применить насилие. В моей практике был случай, когда женщина тут же с порога проявила агрессию, а группа врывалась. И ей боец просто дал прикладом по голове. Конечно, она не сильную травму получила, но было болезненно. Если это мужчина бы был, там бы заломали, суставы вывернули бы. Для этого и физзащита. Вот эти бойцы. То есть следователь и оперативный работник с вами не будут потасовку устраивать. Но те, кто с ними, они для этого. Для вот именно пресечения недеплатного поведения. А она что, физическую агрессию настолько проявила, что... Это неважно какая. Любая агрессия будет расценена как не просто недружественная, а как... Это запрещено делать. А ее бить можно было? Ну, ее не то, чтобы ее били, повалили и избивали. То есть она встала на пути, проявила выпад. Вы же сами говорите, он ее прикладом ударил. Но он не сильно, конечно, там бы ничего от черепа не осталось. Он имеет право на это? Конечно, это физзащита. Более того, ни одного случая не знаю, чтобы бойца физзащиты привлекали к уголовной ответственности за неправильное или неадекватное применение оружия или силы. То есть вы не должны провоцировать. Это всегда так. Это реакция на ваши действия. Если вы спокойны, никто никогда не начнет просто подойти, подойдут и начнут вас унижать, топтать, физически побои наносить. То есть в данном случае такие сотрудники не превышают свои полномочия? Они никогда не превышают свои полномочия. Игорь Михайлович, как правильно человеку вести себя в таких обстоятельствах? Спокойно, интеллигентно. То есть вы должны понимать, что как бы вы не относились к тем, кто пришел, они выполняют свою работу. Причем законную работу. Это не бандиты к вам ворвались с документами, с удостоверениями липовыми, с оружием. То есть они выполняют свою работу. Поэтому у вас не возникает права необходимой обороны, самообороны. Поэтому звездочкой стоять у входной двери и кричать, не пущу там, ироды, вон, то есть это неадекватное будет поведение. То есть даже если человек что-то не понимает, что происходит. Совершенно верно. Я предвижу ваш вопрос. Он имеет право в дальнейшем все записать, во-первых, обжаловать свои действия. Но оказывать сопротивление, из порога сказать, что я вас не пропущу, это все незаконно. Я честный человек, такого права у него нет. Я знаю ситуации, как раз когда был обыск, и человек действительно был порядочный, честный. Но он не то чтобы замешан был в преступлении. У него могли быть какие-то данные, документы, которые он и не составлял. Они у него были на хранении, рабочие моменты, так скажем. И он оказался против. Он был возмущен, что к нему, к порядочному человеку, добропорядочному, который никогда закон не нарушал, был на «вы» с кодексом уголовным. Тут пришла такая группа. Закончилось тем, что и он оказал сопротивление, началась потасовка. Дело не возбудили. Было возбуждено дело, но его-то и не привлекли к уголовной ответственности по этому делу, в рамках которого проводили следственные действия обыска. Его привлекли к уголовной ответственности за насилие к сотрудникам полиции. Или другой пример был, к юристке тоже пришли. Она проявила агрессию, начала толкаться, хватать их, одного поцарапала, другого укусила. Ее по тому делу и не привлекли к ответственности. Там как была свидетель, так и осталась. А вот по 296-й насилие к сотрудникам правоохранительных урон ее привлекли. Вы должны понимать, вам не нужно убить оперативно или кого-то выбить из оперативно-следственной группы, травмировать его. Сам факт, что вы корябаетесь, сарапаетесь, увертываетесь, уворачиваетесь, то есть оказываете сопротивление. И человек, если это боец, он чувствует ваше сопротивление. Это могут расценить как насилие в отношении него. Я хочу попросить людей вести себя в таких ситуациях вежливо и спокойно. Потому что можно разделить три критерия неправильного поведения. Это я для себя с годами, с десятилетиями увидел постоянно. Первое, это заискивание лебезения. Не должно быть. И тут же начал каяться, рассказывать. Господи, не нужно рассказывать, тебя не допрашивать, пришли обыск проводить. Сосредоточься, успокойся. Там решишь, что будешь говорить. Не нужно сходу, там вот тот совершил то-то, они могут по другому вопросу прийти. Не поет, там, а ты уже все рассказал, там, в ноги упал. Не нужно, там, какие-то сальные анекдоты рассказывать, юморить. Это не получится, не воспримут. Приглашать за стол, там, коньяк предлагать. Это, я понимаю, это психологическая реакция такая, но она не вызывает, как бы, одобрения. С другой стороны, не нужно хамить. То есть, орать с порога. А, держи морды, пошли вон. Не пущу, лучше преступников ловить. И понацепляли погон, к честным гражданам ходят. Нечего тут делать, не совершала никакого преступления. Это тоже, доорешься, докричишься, что найдут статьи из уголовного кодекса и административного, где твое поведение будет расценено. То есть, спокойно? Совершенно верно. Бывает так спокойно, но тоже неправильно. Я вот как-то был на обыске, такой был, ну, не карикатурный, но тоже интересный, какой-то театральный. Когда женщина, вот, она, знаете, как графиня, вот, высокомерно, с презрением на пролетариев смотрели, которые, вот, 17 смотрела, которые в 17 году пришли там имение описывать. Вот так же есть. Она все видно, что нет, не знаю. Так у нее стресс может был. Ищите. Ну, не надо, это может вызвать такую же зеркальную реакцию. Обыск могут провести за 15 минут, а могут провести и вести несколько часов. Могут случайно вазу уронить, книжки упадут со шкафа. А так вообще аккуратно проводят? Все всегда аккуратно. Я видел и очень аккуратные обыски, когда вот, как говорят, сверхгном все. И такие обыски есть. И они тоже законные. Они могут все смотреть. Вплоть то, что телевизор снять, посмотреть, что там, и положить. То снять, подушки там проверить. Ну, все, что будет. Обыск, это же не означает, что человека обязательно после этого арестуют? Да, конечно. То есть, большинство следственных действий обыск заканчивается тем, что человека не привлекают к ответственности. Обыску свидетелей. В любом уголовном деле проводят обыска. И у ряда даже людей, не все они тут же отдаются на съедение системе. Молох их пожирает, делая из них там обвиняемых, подсудимых, осужденных. Конечно, нет. Но люди реагируют, конечно, болезненно. Вот относительно недавно обыск был. Женщина, экономист, умница, обслуживала фирму. А они, она не знала, она только пришла. Потому что у нее какие-то документы, они до этого пошли в разрез за законом. У нее просто база бухгалтерская. Первые пять минут вроде нормально. Начали, разъяснили права. Ей хуже, хуже, хуже. Все, она в обмороке. И начали переживать, бросили. Садисты же. Они начали мерить давление. У них гипертонический кризис. 240 на 120, пульс 150. Ей плохо умирает. Бросили все. Начали искать каждые сотрудники. Вызвали скорую. Таблетки. Вызвали скорую. Оперативный работник побежал в ближайшую аптеку. Какие-то успокоительные искать. Приехала скорая. Ее там откачали. В конечном итоге провели обыск. Сказали, вы не переживайте. Успокойтесь. Вы нам не нужны. Как вот успокойтесь. Когда вам удобно. Вот вам телефон. Через неделю, через две приедете на допрос. Это формальность. Или другой случай. У меня там. Человеку постучали утром в дверь. Все с обыском. Он так перепугался. Подбежал к столу. Какой-то там документ был у него. Он его там разорвал. Съел. Второй съел. Телефоны все в унитазе утопил. Какой-то портфель там с чем-то выкинул в окно. Первый этаж. Открывая дверь, а там никого нет. Стоит какой-то парень. Говорит. Вы извините. У вас просто вывески. Нумерации нет. Мы ошиблись. Мы уже здесь оба справляемся. Отдыхайте. Этот стоит. У него живот вспучен. Сейчас заворот кишок будет. Телефоны куда-то уже по сточной трубе убулькали. Там все. И жены. И детей. И его три телефона. То есть нужно разобраться сначала. Не нужно так болезненно все воспринимать. Вы не партизан. Когда пришли. Там гестапо. И все понятно. Тебя будут пытать. И застрелят к утру. Ну это нервная система. Она так реагирует. Я согласен. Поэтому я заранее говорю. Как правило у людей неадекватное. Болезненное восприятие. Наверное это может генетически. Осталось вот этот след 30-40-х годов. Люди не столько как бы уважают нашу систему доверять. Сколько ее шарахнуться и боятся. Просто боятся. Да, боятся. И реакция такая. И кстати. Вот такой тогда вопрос. Могут ли во время обыска что-то подкинуть. Подбросить. Я слушаю об этом регулярно. Даже складывается впечатление, что сотрудники правоохранительных органов. Следователи. Оперативные работники. Вот только и делают с утра до вечера. Что ходят там с головами отрубленными. С наркотиками. С оружием. И все подбрасывают в квартиры честных граждан. Я таких ситуаций конечно не знаю. Но знаю другие ситуации. Что приходят за одним и находят другое. То есть пришли искать коррупционные деньги по взятке. А нашли там незаконное хранение оружия и патронов. Тут к человеку как-то на моей практике пришли документы какие-то изымать по предприятию. А нашли там шкуру тигра. Или пришли с обыском к одному. Там отмычки искать. Там украденные вещи с квартир. А нашли наркотики. Или зашли там. Хотели компьютеры взять. Он там хакер. Незаконное проникновение в компьютерные базы. Сервера других. А нашли там распространение порнографии в соцсетях. То есть находят. Почему следственное действие обыск распространен. Он очень популярен. Все дела какие есть. Десятки, сотни, тысяч. Они все с обыском или с обысками. Потому что это аллилуйя. Следователи всегда и оперативники ходят с трофеями. Они что-то все равно находят. Кто ищет, тот найдет. Да, кто ищет, тот всегда найдет. Зачем люди хранят порой против себя компромат. Это мне непонятно. Им кажется, что какие-то тайники под под одеялом. В шкафу. Где-то вот. Где угодно могут быть. На самом деле, когда человек натаскался, как кинологическая служебная собака. Они же понимают, где смотреть, где на что обратить внимание. В квартирах, как правило, нет и не может быть никаких тайников. Но это смешно просто. Это нужно чуть ли в стену не встроить, замазать. Ничего не спрячешь. Да, как правило, все все находят. Имеет ли во время обыска человек требовать адвоката? Вот пришли, человек впустил, но говорит, мне нужен адвокат. Я скажу по-другому. Я считаю, на любом следственном действии нужен адвокат. Но применительно к обыску правоохранительная система не обязана предоставлять адвоката. То есть, если у человека есть, он может сказать, у меня есть адвокат, это мой приятель, друг. Подождите, он приедет и позвонит. Для этого он должен знать телефон или визитка. Они обязаны подождать? Они ждут, как правило. Они обязаны подождать, и они по-человечески всегда ждут, даже порой длительно ждут, и час, и два. Просто ждут, когда подъедет адвокат, особенно если утром надо сюда адвоката дозвониться. Зачастую так. Но только адвокат должен быть профильный. Как правило, люди привлекают адвокатов просто по знакомству. И это люди, которые адвокаты, которые или не занимаются вообще уголовной вириспруденцией, или начинающие, или редко практикуют. И они просто как киваки, пришел на обыск, посидел, это тоже... А профильный это какой? Которые знают, что такое... Уголовные адвокаты? Уголовные адвокаты, причем с практикой, которые знают, что такое обыск, как работать, в ходе такого следственного действия, на что обращать внимание. То есть всю процедуру понимают эти нюансы. И не просто процедуру, нюансы и нарушения видят, и фиксируют. А скажите, какая роль понятых? Зачем вот их приглашают на обыск? Роль понятых у нас практически так сложилась в стране. Она безучастно пассивная. А что, в других странах нет понятых? Я говорю про нашу страну. Там они и есть, но... По-другому, да? Проблемы. Я говорю про нашу державу. К сожалению, зачастую понятые вообще приходят, как правило, это студенты, неважно, полицейского вуза или учащиеся в иных учебных заведениях, юридического факультета, предположим, или института. То есть они, как правило, занимают безучастную позицию, поведение их со стороны. Можно, что они есть, что они нет, толку от них нет. Они там сидят, в телефоны играют. А что они должны делать? Так вот, в этом-то и суть. Поэтому, когда пришли эти понятые, люди должны запомнить, они должны быть активными, понятые. То есть они должны смотреть, наблюдать, видеть. В комнате происходит что-то, вот, обыск проверяют, поднимают, да, вскрывают. Понятые должны видеть. Не так, что они сидят, что-то разговаривают, следуют. Ну, подходите, подпись ставьте, они где? Поставили подпись. Да, вот изъяли вот это, вот это, вот это. И они не видят, откуда кто доставал. Или еще хуже, да, вот. В комнате проходит обыск, заходит оперативный работник, говорит, да, вот, смотрите-ка, оружие или патроны, положи, опиши. Кто видел, где ты его там нашел? Может, ты его с собой принес? Ну, им, наверное, потому что не объяснили их роль, что они должны... Я согласен. Поэтому и никто толком... Нет, формально права все следователи по уголовно-процессуальному кодексу зачитывают. Только, как правило, у нас в одно ухо вылетело, в другое вылетело. Никто на слух ничего не воспринимает. Особенно в 6 утра никому это не надо. Поэтому сам человек должен обращать внимание, понятых, смотрите, что они там делают. У меня там ничего нет. Или откуда вы это взяли? Почему она здесь оказалась на столе? И вот вы сейчас это вписываете, эту вот вещь, которую... Откуда вы ее взяли? Я ее взял оттуда. А кто видел, что вы оттуда взяли? Понятые один в туалет пошел, другой на кухне попить чаю. Меня в другую комнату отправили, там, с сотрудником оперативным. Да, а вы тут принесли, где-то что-то нашли. Поняли? Это их роль должна быть вот постоянной, как вот собачка ходит за хозяином. То есть они должны наблюдать и фиксировать? Они должны фиксировать, и ты имеешь право обращаться к ним и говорить, обратите внимание. Хорошо. Обратите внимание. А вы говорите, пошли на кухню, там, попили чай, еще что-то. А сколько же по времени проходит обыск? Обыск, это процедура длинная. Она, как правило, несколько часов. Полдня, может целый день быть. Не потому что все медлительно, а там, пока это все смотришь, потом все, что к изъятию подготовили, это нужно составить протокол. Так а если быстро нашли, что хотели? Все равно протокол составляется, там, бланковая форма. И вот долго-долго-долго, в каждой подписи там все есть места, все должны расписаться, следователь должен проверить, заверить. Уходит полдня, поэтому здесь нужно набираться терпения. Если, конечно, вам нужно принять лекарство, смело пошли в сопровождении, приняли лекарство. Покушать надо, не надо сидеть, голодать упрямо, в животе урчит или в туалет, хочет уже встать, не может никуда, нельзя, потому что следственное действие. Попросите следователя, можно прервемся, я схожу. Всегда скажут, конечно, сходите по надобности, сходите там на кухню, покушайте, перекусите. Кстати говоря, зачастую после проведения обыска человека приглашают проехать для дачи показаний. Вот здесь можно аккуратно спросить, я вернусь домой или нет. Иногда говорят, не переживайте, вы свидетели, вернетесь. Ну, как правило, так и есть. Или умалчивают, или говорят, ну, посмотрим от ваших показаний. Или ты уже заранее знаешь, что тебя задержат. Было преступление, был грешок, они все знают. Тогда я всегда рекомендую взять с собой медицинские документы, именно документы, таблетки, какие-то удобные вещи, удобную обувь. И не надо, особенно женщинам, там, косметика, там, серьги, кольца. Если будет задержание, это все снимается, где-то там хранится. Пусть все останется дома. Вы поехали налегке. Что такое медицинские документы? Какие-то диагнозы ваши, там, медицинские карты, там, истории болезней. То есть, если какой-то диагноз. Таблетку, они скажут, какую, а где мы тебе ее возьмем? Если особенно она иностранная, там, в Корее или в Германии. Вот недавний случай, парня заключали под стражу. У него что-то с желудочно-кишечным трактом. Ему каждый день нужно принимать какой-то препарат, иначе у него произвел заворот кишок на третий день. Конечно, он не сориентировался, разумеется. Адвокаты не подумали, вот его заключили под стражу. Перед заключением уже сориентировались. Так там позволили, конвой передали эти таблетки, он с собой их понапихал по карманам, дали документы медицинские, чтобы врач прочитал. Он даже не знал, что у него. Он даже с животом. Чего у него с животом? А так, у него там на руках эта справка, какой у него диагноз. А что сотрудники могут изъять при обыске, забрать? Что ищут? Если это по наркотикам, наркотики ищут. Если экономика, документы какие-то ищут. Если это по убийству, то ищут, да, орудия, следы преступления. Разумеется, параллельно всегда, как правило, забирают телефоны, гаджеты, компьютер. Вот здесь просьба обращать внимание. Вот работа работай, дом домом. Если домочадцы, на их компьютерах, планшетах не надо работать, особенно на детских. Грустно, когда ребенок плачет. Дядя, верни мой планшет или мой телефон. А потому что папа, не подумав, или в компьютере детском какие-то документы что-то работал. Компьютерщик, технический специалист для этого и нужен. Он смотрит, что в компьютере, даже ребенка. Да, мультики, какие-то школьные программы. Здесь нет важной информации, забери. Все оставляем. А когда там еще какие-то документы, он говорит, вот документы. Все забираются, все выметается. То есть, если даже в компьютере важная для человека информация, его все равно могут изъять? Да, конечно, нет. Смотря какая. Если это личная информация важная или интимная, она никому не нужна. Но если в этом же компьютере все вперемешку, и рабочие документы, и личные, все изымут. Я знаю, как изымали даже и альбомы фотографии. Там фотографические альбомы, сейчас же можно в компьютере. Там и интимные были у людей фотографии. Ну и параллельно были еще и документы. Кто будет их вычленить? Да никто. Изъяли все. А можно ли как-то обжаловать потом обыск, если человек считает, что он был незаконным? Конечно, можно обжаловать обыск. Это можно. Для этого как раз и нужно понимать, какие нарушения при обыске допущены. Это, как правило, может подсказать и знает адвокат. Также можно в протоколе и замечания написать. И в дальнейшем можно обжаловать или руководителю. Этого органа следственного. Или в суд. Потому что зачастую изымают все, что можно. Это деньги все изымают. Карту у всей семьи. У него, у жены, у детей. Дебетовая, кредитовая. Паспорт-паспорт заграничный, гражданский. Документы на машину. Параллельно ПТС. Ключи даже забирает. Если человек совершил преступление, вдруг ему назначат меру наказания штраф. Или гражданский иск потерпевший выставит. Как гарантировать? Вот как раз машину изымают на арестплощадку, чтобы ее можно было в дальнейшем продать и компенсировать потерпевшим ущерб. То есть человека, как правило, обкладывают как этого зверя полностью после обыска. И иногда он с этим не согласен. Поэтому обжаловать он может все. И постановление производства обыска, и протокол обыска. Но это может сделать не он сам. Как правило, это должен быть профильный адвокат. А жена и дети-то при чем? У них-то почему-то все забирают? К сожалению, такая практика. Сейчас вот в закон Уголовно-процессуальный кодекс внесли. Уже не сейчас, а уже несколько лет назад. Изменения, что нужно смотреть, какая информация нужна для дела. Только такую и изымать. Но следствие все переиграло, как по старинке. То есть там еще такой есть пункт, требуется изъятие, да, и носителей компьютерных. Если там содержится информация, которая может быть утрачена. Вот этот термин можно изъять все, что угодно и у кого угодно. То есть может быть утрачено, может быть, это же гаджеты. Но машина. Машину, да, забирают. Это, кстати, тоже людям на заметку. То есть когда проводят обыск в квартире, могут следом проводить обыск в гараже, обыск в машине, обыск у родственников. Несколько оперативно-следственных бригадин. На этом не закончится как бы стресс. А потом как быстро они, допустим, возвращают? Мещицами могут возвращать. Могут быстро. Зачастую люди добиваются, чтобы обратно забрать какие-то для себя важные вещи. Например, ребенок компьютер. Или жена телефон там важный. Жена там в соцсетях. Там она какой-нибудь блогер. Но телефон это мелочь по сравнению с машиной. Если вы говорите, автомобиль могут изъять. Машину тоже изъянуют. Ну и провели в нем обыск, и почему не вернуть потом? Я же говорю, если в обеспечении исполнения приговора есть такой термин, такой мудрёный. На что еще нужно обратить внимание при проведении обыска? Самое главное обращать внимание на протокол, как он составляется. Там иногда бывает так. Изъяли телефоны. А какие, в каком количестве? Или документы. Папки с документами. По идее, в идеале, каждый документ нужно писать. Но это уже можно двое суток просидеть. Все устают. Но хотя бы какие-то идентификационные моменты нужно соблюсти. После этого обязательно просите протокол обыска. Если они дают возможность сфотографировать, если телефон не изъяли, тогда пусть где-нибудь откопируют. Прямо не упускайте это с головы. Имеет право человек эту бумагу? Он имеет право, я не обязан дать. Но в пылу вот этих вот страстей. И следователь порой говорит, да мне надо еще дописать там на работе уже. Потом дам. И он забыл, и человек забыл. Потом через неделю приходят, через две. И выясняется, не протокол обыска, ничего нет. Он не знает, что у него изъяли. И потом вспоминает. Было четыре карты дебетовых. А у меня же еще такая карта дебетовая. А это все толком и не было. А когда карты изымают, человек потом не может ими пользоваться? Ну, а почему он может прийти в банк, так же, как телефоны. Если изымают, то, конечно, он может прийти. Переживать не надо. Восстановить в любом салоне сотовой связи сим-карту и телефон где-нибудь у кого-нибудь взять старый. Ты будешь с телефоном ходить. Но люди в таком стрессе, что полдня или день они вообще без телефонов, без ничего. Просто в шоке отпаиваются и лежат дома. Игорь Михайлович, по каким причинам, ситуациям сотрудники правоохранительных органов могут еще прийти в дом к человеку? Там есть еще разные процессуальные, следственные и оперативные действия. То есть не только обыск, но это выемка, может быть, обследование помещений. Выемка это что такое? Это тоже одно из следственных действий. Осмотр, место происшествия. Процедуры, они, своя специфика есть легкая, но в целом процедура однотипная. Однотипная и всегда должно быть постановление. Да, постановление в любом случае. И право у человека, оно не просто право формально, это активная позиция. Он должен наблюдать, смотреть, он должен обращать внимание, он должен в конечном итоге попросить. Просить сфотографировать, если дадут. Просить сфотографировать, может просить внести корректировки, замечания, если неправильно написали, в документ. То есть он уже сразу же может реализовывать свои права, они в этом и состоят. Не просто сиди молча и плачь в платочек. Активно, проявляя активность и правосознание. Спасибо за полезную информацию. Это была программа «Ваш юрист». Пусть у вас все будет хорошо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова